У меня не получается все время сохранять позитивный, радостный настрой. Что я могу с этим сделать? Все, что вам нужно сделать, — быть такими, какими вы хотите быть. Какими вы хотите быть? Вот и все. Все настолько просто, но в то же время настолько далеко. Вы же хотите быть радостными? Будьте радостными, кто вас останавливает? Нет-нет, они делают вот что. Видите ли, вы не хотите, чтобы они делали то, что они хотят делать. Но вы хотите делать то, что хотите вы. Это проблема. Если вы хотите делать то, что вы хотите, вас не должно беспокоить, что другие будут делать то, что они хотят. По-другому невозможно. Свобода — это дорога двусторонним движением. Вас кто-то мучает физически? Потому что тогда вам понадобится защита. Никто не мучает вас физически. Все просто делают то, что хотят, говорят то, что хотят. Или просто говорят то, что знают. Так кто создает этот беспорядок внутри вас? Вы сами. Если вы несчастны, то что бы вы ни получили, это не будет иметь никакого значения. Если вы радостны и ничего не получите, ну и что с того? Но чего вы хотите? Вы хотите быть радостными или несчастными? Просто будьте такими, какими хотите. Это мешает кому-то? Это мешает кому-то? Нет. Допустим, я хочу закурить. Это причинит кому-то неудобства. Но если я просто хочу быть счастливым, мешает ли это кому-то? Мешает, я спрашиваю. Будьте такими, какими хотите быть. Кто вас останавливает? Вы не можете делать все то, что вы хотите. Но вы можете быть такими, какими хотите. Кто может вас остановить? Другим даже не обязательно знать, что вы испытываете радость. Если им нравятся несчастные лица, можете ходить с несчастным лицом. Но внутри вы все равно можете быть радостными. Вы должны действовать так, как того требует ситуация. Скажите мне, что первично, ваше состояние или ваше действие? Что изначально? Ваше состояние. Если вы говорите, что хотите быть радостными, будьте радостными. Действуйте в соответствии с ситуацией. Кому-то нравится несчастье, кому-то смех, кому-то слезы. Давайте им это. Все, что вы совершаете, это действие. Вы совершаете его либо осознанно, либо компульсивно. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Но на самом деле это только действие. Все, что вы делаете, происходит у вас в голове. То есть в любом случае вы совершаете действие. Вы можете совершать действие осознанно или компульсивно. Вот и весь выбор. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Это глупый способ существовать. Это в любом случае действие. по крайней мере, совершайте его осознанно, тогда жизнь будет прекрасной. Если вы действуете неосознанно, жизнь кажется ловушкой. Это не ловушка. Жизнь — это не ловушка, потому что выход есть всегда. Двери широко открыты. Жизнь — это не ловушка. Выход всегда открыт. Все пытаются избежать его. Нет? Это можно было бы назвать ловушкой, только если выход был бы закрыт. Вся ваша жизнь направлена на то, чтобы каким-то образом избежать выхода. Так что это не ловушка. Только если вы считаете, что все ваши действия — это реальность, тогда, по вашим ощущениям, это будет ловушкой. Что бы вы ни думали, что бы вы ни чувствовали, что бы вы ни делали, все это ваши действия. Когда вы не осознаете, что это ваши действия, вы считаете их инструкциями от Бога. Вы начинаете слышать голоса. Если вы начинаете слышать голоса, то совершенно очевидно, что вам требуется лечение. Если вы спросите у этого, оно хочет испытывать настолько приятные ощущения, насколько возможно. Вы хотите познать самые приятные ощущения. То кто вас останавливает? Нет, вот что они делают. Они делают то, что им нравится. А вы будьте такими, какими вы хотите. Ваши действия будут зависеть от ситуации. Мы действуем в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Нет, нет, я хочу идти своим путем. Не бывает вашего пути. Действие должно зависеть от ситуации. Ваше состояние — это ваш выбор. Если вы выбрали для себя, каким быть, такими и будьте. А действия совершайте в зависимости от требований ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова